всем привет привет ну что дорогие мы сегодня мы будем кушать снасти вот эту домашнюю пиццу из слоеного теста да пока я спала больше двух часов денис приготовил такую замечательную пиццу пицца из слоеного теста покупного здесь у нас оливки огурчики помидорчики и сосиски вместо колбасы колбасу хотел из колбасы сделать на колбасу мы съели блин нихрена не осталось ну ладно в принципе сосиски тоже неплохо подходят к пицце домашней я думаю даже будет ничуть не хуже запивать я буду киви сок сок а у меня морщик с брусничка и с клюквой и еще я взял немножко кетчупа вдруг захочется макнуть может быть у меня немного заспана вид ну иду ничего страшного ну да два часа то сна дают о себе знать зато выспались у нас ужин причем уже такой поздний наши детки сегодня у бабушки они прям пришла к нам в гости бабушка они в нее вцепились мы будем кушать и разговоры ушли гулять лака замечательно и поехали да вот такая у нас получилось крустящие как-то уже снимали видео да это было давно но было дело я не помню только на смр или на мубанк это было и не важно очень вкусно тесто слоеное бездрожжевое с этого теста очень вкусно получается разные слойки тоже с тобой начинка да настя нас частенько радует своей выпечкой зиме на слоеного теста дети так вообще без ума салфетку дать готовится очень просто быстро тесто готово раскатал разморозил чуть-чуть его раскатал положил все самое вкусное что у вас есть дома посыпал сыра и в духовочку на полчаса 180 градусов полчаса и вуаля языка легкая быстрая до быстрая легкая домашняя пицца вкусно можно мононезиком полить ну вообще не опалить можно хоть чем-то майонезик только чип ну там может быть соус кто-то предпочитает какой-нибудь сейчас в принципе можно но много всяких вариантов применить в магазине сейчас он великое множество всего 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 сачок обалденный особенно холодненьким что-то было ягоды процедить мне с ягодами в трубку у тебя так обычно говорится хорошая мысля приходит опосля я думала передумала я думаю мы с ней быстро сегодня справимся так я буду вам отвечаем вопрос сколько вы денег тратите в месяц вспоминаю отвечали на него супер дела спрашивает да ну как мой зарплату тратим месяц имеется ввиду возможно на сам на видео наши на мог банки или вообще в целом непонятно немножечко наверное в целом сколько мы тратим денег но в целом у меня примерно зарплата около пятидесяти тысяч вот все карты открыла а сколько что за секретом несколько не надо говорить потому что как она секретная где стараться не говорите своей зарплате до великая зарплата на 4 человек что-то я не понимаю тяность вот такая вот она не успелось на подозреваем ну вот в принципе вся зарплата у нас и уходит я вообще откладывать ничего не получается можно было просто сказать что мы тратим около пятидесяти тысяч а что что у тебя зарплата 50 тысяч можно было не давать мы тратим около пятидесяти тысяч около уже поздно около вырежешь ничего не буду вырезать все останется как есть у нас должны быть какие-то тайны секрет все выложить слаймер get спрашивает как вы относитесь дистанционному обучению вы за его или же против мы против я думаю где родители против дистанционного обучения мы с этим столкнулись у нас наши дочки выдают заданием под ним не круг мы занимаемся это очень такое непростое занятие немало задание присылают ходит очень большое количество времени частенько не успеваем готовим что готовим все хотела сказать в общем я против один из не занимается с ребенком поэтому рука стоит дай мама звонит вообще вот этот дневник ru вот вечером туда вообще невозможно зайти он постоянно скидывает тебя с сайта начинаешь загружать ему опять что-то не нравится он тебе опять скидывает 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 это вообще невозможно это было основной минус сказать у него там чтобы туда зайти что-то скачать там посмотреть и закачать вот эти домашние задания для отчета еще перед учителями это еще и мы должны отчитываться перед учителями это вообще какая-то ну ну я понимаю да ну блин можно было как-то упростить наверное это дело есть ватсап который не тормозит и не тупит мы же в принципе делаем элементарные вещи фотографируем домашние задания отправляем их во вторых мы там еще ни хрена не понятно никто ничего не объясняет куда чего отправлять там и требует и требует давайте отправлять и давайте отправлять это 1 1 нет он так и не отправился он я не знаю что с ним делать система не отработана я считаю и получается как все одновременно на нее навалились и хреново если честно отправь и по ватсапу значит рисунок но отправлю куда деваться я не знаю он просто пишет ошибка ошибка я уже думал чем вроде ли до этого рисунки все это отправляли все то же самое делаем не в какую не хочет вот такие вот пироги так что ну если бы она еще и работала если еще и как бы родителям довели как с ней работать это уже ничего не делали совершенно еще может быть в принципе как-то можно было пережить это дело а так на родители все спихнули а потом звонят там ну чё вы чё вы чё вы чё вы там не нам не скинули не за кого им еще спихивать а потом опять возмущение вот вы здесь делали не так вот это не так переделайте блин да я вот это мы делали там закачивали с такими проблемами к вам вот тут опять заново что ли все переделывать игру никто ничего не объясняет не спросить только мне у и крутитесь как хотите а вот есть допустим люди да много даже таких кому все-таки приходится работать и они приходят вечером с работы вот случаях сколько да даже у нас в классе они с вечером приходят с работы и на них наваливаются еще вот этот дневник ru сверху это хорошо я дома сижу занимаюсь ребенком а так вот родители которые работают до вечера в общем как-то все неорганизовано сделали просто на родители все закинули сверху а сам будь что будет еще хорошо нас в принципе хотя нам обещали что первом классе вообще дети не получают никаких заданий блин в рот там столько заданий каждый день прям пачками пачками эти задания а денис так это говорит как будто он занимается я же это все качаю тебе скачиваю закачивая же это все вижу скачивают запах это мама занимается занимается и я же во всем этом разбирался как все это делать софия бледнова спрашивает придайте привет пожалуйста софия привет софия приветик со скольки лет планируете отдать пашу школу я думаю с восьми ну не с восьми мы будет 7 марта приема и 7 и 7 будет потому что либо в 6 и 7 давать либо 7 6 7 это слишком мало хотя мы дашу отдали в 6 и 9 конечно большая как бы разница с одной стороны ну не знаю мне кажется пашу надо чуть-чуть подождать пашу мальчиком до нужно мне кажется немножко подождать там еще маленький это девочки заслевает быстро этот еще бегать но это он сейчас маленький правильно ты же его не сейчас собираешься думать только что маленький а вообще я думаю пожим увидим тогда будет вернее вообще я и дашу планировала отдать 69 7 и 9 тоже была категорически против отдавать так рано но вот отдали она слишком уж такая самостоятельная дамочка садик она не ходила практически у нас три недели за шесть лета если может быть я отходила три месяца на какие месяцы она даже месяца не отходила месяц поспортим год по три недели и не ходила настолько времени ходила все не помнишь у меня память очень феноменальная какая вредная да такая есть если я знаю уже после двух часов то снова мы не ходили столько времени должна соглашаться и говорить ну смотри ладно последний раз она отходила вот перед тем как вот он делим две с полнедели до этого в том году она ходила еще там почти три недели году до этого весной ходила три недели потом осенью еще ходил на высоком какие-то что ты говоришь что давай вырезает это сейчас будет писать что мне фига нифига не буду вырезать пуск остается как есть у нас и вообще не понимает откуда она там это все берет почему я плохая почему я спорю это он со мной спорит пишите про него плохая я плохой ладно поехали дальше как вы рассказали своим родителям что насти беременна или они снова и я не снова стану бабушками легко рассказали как легко примут мама ты скоро станешь бабушка слава богу сколько можно было ждать а наконец-то например так у меня это было а у тебя мама сказала что правда мне кажется не был небольшой шок то что как она узнала странно в чем шок то неожиданно неожиданно приятная новость а то я по-моему еще пофигу да я только что объяснил как это было мои ну-ка повтори я послушала потом посмотришь он там я думала ты шутишь это на самом деле конечно на нашу сплю наверное о слышишь соседи ночью вечеринку все кстати у нас не так душно вот надо было балкон не закрывать сижу уже тут а это припотела лёха интересно слышно зрителям да нет она не слышно как рассказали детям что у них будет практика ли сестричка есть так и сказали но все как они отреагировали я не помню ты помнишь пошел никак не отреагировал а вот даша я помню что мы сказали что она скоро будет братик или сестричка она прям помнишь зарада зарадовалась и там сестричку хочу сестричку хочу не буду спорить я не помню короче она радовалась что возможно у нее появится стричка она сильно хотела сестру прям вот сильно черенка соседи это кстати и понятно у нее же брат то есть уже которую постоянно тырит свободно свободное время она очень уже полюбила работе ну да последнее время знаете даже приятно как-то смотреть такое такое только как блин такое зрелище не зрелище круче вечером лежат там допустим все там даша с одной стороны там гладишь целует животик там да ну да паша с другой стороны там все идиллия такая все там паша стал целовать животик потому что теперь он начал целовать животик дальше уже после его прямо не окружили настю даже любят все прям живот взяли в плен прикольно я помню когда я была беременна пашей дальше было сколько три годика с копейкой мы вечером мы же с ней спали вместе и она ляжет со мной рядышком сколько три годика сюда 3 годика и она постоянно его гладила постоянно с ним разговаривала но ваша не такой паша уже за четыре года я хотя и он так все не ведет мы с ним ложимся он засыпает как обычно у даши прямо волос кала всегда помнишь когда и было два с половиной года два с половиной года примерно и она сказала тебе что у тебя в животике живет братик хотя мы знать не знали что вообще у нас кто-то там животике живет дальше сновидящим да она подошла вот помнишь да как это было животик гладила братик живет мы мы опа ну как бы проверили как бы планировали все это дело как бы но мы не проверяли мы еще даже сами не знали представляете ну смысле не тестов ничего не проводили вот так вот мне кажется все таки у детей какая то есть связь для там с космосом мимо туда всю информацию дают будь здорово мы тоже да обязательно на поднос мы такого добывает мы хоть чтобы меня подул ветер мне душно мне нормально правда что не очень теплый жаркий день нас еще плюс отопление фигачит полным ходом у нас весь день сегодня открытые окна открытый балкон и совсем не дают можно сок попробовать конечно это круче чем морс настоящее прямого отжима сок с киви вкусненький кто там таиланд сегодня соседи вечеринка походу будет наверное так что у нас погода сегодня порадовала красота если у нас вот так вот и дальше будет погода порадовать я думаю через недельку у нас весь снег растаят в городе хотя его еще немало давно пора уже не стом ну что вкусно как обычно мы эту пиццу не первый раз готовим да ни второй ни третьим нужно было с мононезиком да что вы говорите прям с майонезиком надо было многие друзья задавайте свои вопросы пишите комментарии переходите по ссылке на наш второй канал в описании под видео и туда задавайте свои вопросики короче говоря много есть не буду на наш то конечно нельзя теперь что-то двоих надо есть такие глупости насчет вот этого за двоих что мне за троих там как бомба ходить по квартире ребенку все что можно он возьмет еще это своеобразно да получается вот тесно слоеная на пиццу прикольно вообще ты салфетку дать нет а зря а я такой я просто не хочу много есть так ты много не ешь много съем я кстати у нас еще тесто осталось и сейчас решил еще три пиццы сделать я уже не знаю может и действительно не сейчас мужа то гостить маму маму или маму маму я в своей затроне собираюсь ехать поэтому приготовить пиццу с утра и к твоей маме сходить в гости пашу можно забрать а дальше наверно до вечера останется у нас вообще город начинает оживать начинает открываться все магазинчики парикмахерские все 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 потихоньку смотрю начинает открываться кстати мы забыли сказать про дистанционное обучение на что мы забыли сказать что продлили дистанционное обучение до 30 апреля после этого с 1 по 3 класс дети идут на каникулы это в нашем городе конкретно в других городах по нашему краю уже с понедельника дети идут на каникулы в нашем городе свое дело образования другие люди другое мнение и общем они вот решили пусть они еще получится на нервизировать задание поменьше выдавать потому что родители очень много жало поступили и решили вот так вот ты чё таким грустным голосом загружаю слишком родился кончено все теперь придется еще пахтеть до 30 апреля пахтеть всего ничего ну ты и кушаешь однако ну вот такая она рассыпчатая рассыпчатая это вот это вторая я ее что-то сильно раскатал хотел потоньше сделать она прям хрустящая как чипсы получилось а вы напишите нам как у вас вообще обстоят в городе с этим дистанционным обучением может быть у вас тоже продлили обучение 30 апреля как у нас ну старшеклассников вообще не до июня месяца учиться до какого-то июня они чё прям будут дистанционно учиться или все-таки у них может быть там дистанционно я читал опять же в каждом регионе по-разному то есть они подали они те уверены что получается что это самоизоляция даже до лета продлиться что ли ну да ой 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 не есть хорошо в москве вам все что творится сколько умерших сегодня написали сколько умерших я не читал ну 8 за один день умерла только каждый день умирает сколько народу интересно а сколько в москве умирает в автокатастрофах каждый день ну понятно что больше наверное ты что решил докончить ее? да тут осталось-то чуть-чуть что тут ой пардонки вырежешь дать что? что вас там люди оглохли? я вот этот звук какой хороший звук я сказал это же прекрасный звук самый лучший звук который может быть ну видишь справились справились ну что бы ты без меня делала? без тебя но я бы уже ничего не ела и легла бы спать дальше а мой вес был бы гораздо меньше вот что бы я делала вот так тут меня решили откормить закормить все победа победа за нами ну что дорогие наши друзья пишите ваши комментарии оставляйте свои вопросы ну а мы с вами прощаемся до новых встреч до скорой встречи пока-пока о секунду Субтитры сделал DimaTorzok